Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут, даровав, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут, даровав, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущего грабил живот даровал. Молись! Отец Небесный, благослови наши занятия, вразумляй нас, как хочешь ты. Прийди к нам и будь здесь с нами, будь нам учителем, касайся каждой души, Господь. Да будет во всем воля Твоя, Аминь. Аминь. Восьмая глава, Евангелие Таня. Сорок третий по сорок седьмой стих. Сорок четвертого по сорок пятый. Тихие. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего, исполнять. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Вот оборот этот вот потом, не забудьте про него поговорим. А как я истину говорю, то не верите мне. Такой странный оборот немножко. Нет, прям написано. А как я истину говорю, то не верите мне. как а как я на как я истину говорю тут у нас обычно как ставится перед ней , а здесь не так это такой оборот немножко до старорусский сейчас мы толкование прочтем и потом здесь покажут а может быть дальше этот оборот разберем но этого интересно да сейчас мы узнаем сказал вы не можете слушать слово моего так что же вместо не хотите не можете то есть не можете не хотите можно об этом тоже поговорить такую мышка там тюк 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 не надо мышка хорошо тебя надежда васильна вы бы сели чтобы вас видно было а тут везде снимают вас не видно вы так хорошо выглядите супруга игнатия тихоновича ну уж не то столько претерпели возгнали за слово божие мало кто это всякий пускай на вас смотрят здесь вы своей энергетикой как говорят будете других побуждать веровать господа вам сколько лет 85 86 86 85 я 86 год и вы все еще верующие этот семинаристы кажется должны вот так вот на вас смотреть все потому что они в семинаре учатся и верующими не могут остаться а вы 86 лет прожили верующие вот так это очень важно я до сих пор еще хожу книги раздаю и проповедую для я подтверждаю она такая единственное осталось последнее исполнить вот когда ну знаете да жены в церквах да молчат вот лена елена гладущук елена александровна елена александровна говорите с неё пример вот можете с марины геннадий набрать моя супруга но я тут нет вот они никогда не разговаривают ты разговаривала когда здесь было такое но я не слышал я послужил уже ну вот надо надо себя до конца знаете пусть и то есть даже служба закончилась надо выйти и тогда а вы сегодня Выглядываете, что-то там кого-то ищете Я хотел вам сказать, ну, надежно себя Маленькая девочка, знаете, сказки показывает Вот этого Роу Рома Сказки И вот там бегут юноша и девушка Они между березками и выглядывают Вот так вот Одуванчики себе тут втыкают Надежно, служба закончилась Я понимаю вашу радость и торжество Как у Серафима Саровского Не знает, где он Он после службы, его за руки брали и выводили Потому что он не понимал, где он Вот такой восторг Алармовое состояние называется Вот так себя Тревожно это, да? Восторженное состояние, тогда скажем Восторженное состояние, да Потому что алармовое Не совсем плохо Вот я понимаю ваше восторженное состояние Это все, но надо себя влюсти Где это мы видим? Вы можете местописание На саму себя показать И сказать, что вы себя неправильно ведете И вот как в Библии Вот так нужно себя вести В храме Вот можете местописание указать Вот сразу Сейчас вам местописание Разрешите, да? Найду Я в Ветхий Завет пойду У нас же от того храма все Ну а откуда мы берем-то про храм все От Ветхого Завета Да, ну Да Мы В Ветхом Завете Мы возьмем Неемию Неемию Восьмая глава И вот глядите Седьмого месяца Видите Как они закончили Даже не в храме собирались Не было места А в городе Собрались Чтобы женщины присутствовали В храме-то нельзя женщины Они там далеко должны быть Чтобы они тоже слышали Как относились благоговейно Мне вот интересно Они там стояли Ну че, как ты? Нормально Здоровье, как у тебя? Да? Пикнуть на раку с арбайом Да, и дальше тут написано И читал из него на площади Которая перед водяными воротами От рассвета до полудня От рассвета до полудня Это ну шесть часов Он читал, представьте Пред мужчинами, женщинами И всеми, которые могли понимать И уши всего народа Были преклонены к книге закона А у нас считается вот здесь Что мы преклоняем ухо К слышанию слов Божьих Тот же закона И вот что там не читается у нас Все, или псалтырь Или молитвы каких-то святых мужей Которых мы прославляем Которым мы молимся Ну не то, что сейчас Молимся в каком плане Молимся, чтобы они Пред Господом ходатайствовали за нас В общем, молимся, беседуем Значит А то сейчас это Можно вопрос, Гарь? Какой месяц первый был? Сентябрь, да? У Иудеев Или какой? Вот седьмой месяц здесь Это от какого считается? А Вин, по-моему, был у них первый месяц Ну это по нашему Слушай, ты Да, и тут такие сложные законы Ты календарь Давай отдельно Возьми, открой свой И там посмотри календарь иудеев И все Книжник Езра стоял на деревянном возвышении Которое для него сделали А подле него По правую руку его стояли Матифия И Шема И Анаия И Урия И Хелкия И Маасия А по левую руку его Федания И Мисаил И Малхия И Хашум И Хашбадана И Захария И Мешулам И открыл Ездра книгу Перед глазами всего народа Потому что он стоял Выше всего народа И когда он открыл ее Весь народ встал Понимаете? Ну весь народ встал Вот мусульмане могут нам показать Как это делается Да, Маасия Вообще Ты видела, да, эти ролики? Как они идут по улице Как пленные фашисты Помнишь, как гнали? А это мусульмане Они идут, видели ролики? Вот сейчас Что-то восклицают Они-то видели Ну они Аллах Аббар там такое кричат Там не более этого Они ничего такого Просто на своем языке Они хвалят Бога Прославляют Все, там ничего нету Метро было забитое У них, если есть отдельно Кто-то, допустим Выступает против народа Там русского и так далее Есть такие у них Отдельно Люди Но сейчас у них идет Прям явная Уклон В сторону Все-таки дружбы с русскими Вот эти мулы и так далее Собираются Как у нас священников Собирают и говорят Ни в коем случае Никаких про ведях Ни про мусульман Ничего не То есть Ну, по-другому никак Понимаешь Это чисто мирское Это не как у нас Вот Игнать Тихонович Возьми Как он беседует с мусульманами И вот таких Игнатья Как Игнать Тихонович Ну, тысячу человек сделай И сто процентов Приедут к нам И загребут Потому что Игнать Тихонович Говорит только о Библии Коран О Коране он не говорит А Коран Это такая же книга Как Библия Ну, то есть Наше Стояние И так далее Поэтому Очень сложно На основе Вот того, что Написано В их книге Быть такими Как христиане Я тут Смотрел На 9 мая Фильм С ветеранами Как они Ну, войну Встретили Там Как вот Во время войны Все было Они же Не любят рассказывать Как они там Кого убивали Или что А вот общее состояние И так далее И рассказывали о том Как захватили Берлин Вспоминали Вот Сегодня Как отношение Немцев к нам И какое отношение Было немцев Когда они пришли К нам Сюда Когда они Первый год Второй, третий Там здесь Казяничали И говорят Вы знаете Что у них В рационе У берлинцев Вот после 9 мая У них карточки Вели Берлинцам Каждому Потому что Кормить то надо было И говорит У них было 100 грамм кофе В месяц Настоящего У них Рзац был Морковный У немцев Уже все Не было ресурсов А для них Специально Вставили Вот это Чтобы у них Было кофе Настоящего У нас не было Никакого кофе В России В Берлине Ну им поменьше Надо было У нас еще В 80-е годы Его не было Да к чему Речь то идет Ты понимаешь Как Это что за Забота такая Вот Бей Своих Чужие боялись Как то Вот это все Странно у нас И Он говорит И вот этот Человек Он старый сидит Ветеран В орденах Весь там Полковник И он говорит И это Во всем этом Виновата Только В таком Позитивном Положительном Плане Это наша Православная Вера Христово Любовь к ближнему Говорит Сразу Кухни Подъехали Как только Перемирие Дети Высыпали Там Гражданских Столько Они же В подвалах Прятались В Берлине Там же Две недели Были бои И говорит Всех Начали кормить По улицам Везде Показывают Съемок Сколько Там И кормят И кормят И кормят И они подходят Ну это так хорошо Конечно Понимаете Это Это в крови Видать Вот у русского Народа уже Поэтому Я К тому призываю Что надо до конца Вот Господь нам Что сказал Ну по минимуму Ну что Жены ваши В церквах Да молчат Вот тут Пожалуйста Разговаривайте Вот сейчас будем Местописание проходить Пожалуйста Участвуйте По теме Разговаривайте По теме По теме Да Нет конечно Не просто так Зачем Просто так вообще Праздной Не нужно разговоры Даже можно знаете Провести какое-то Небольшое Какое-то Занятие На тему того Когда мы спрашиваем Как у вас здоровье Вот как это правильно Спросить Ну как у тебя здоровье Слава Богу Господь посетил Заболела Ну да Вот гляди Уже хорошо Уже началось А то Мы спрашиваем здоровье И потом начинается Вот я говорю Тут а таблетку Таблетки Это такое дело Это сложное дело Таблетки Желательно Не таблетки Желательно О другом Что ты думал О Христе О законе Божьем Итак Вот мы с 44 Всего два стиха Сказал Вы не можете слушать Слова Слова моего Вместо не хотите Потом Приводит причину По которой они Не хотели слушать То что у них Свой отец Отец конечно С маленькой буквы Именно дьявол Местописание Кто про дьявола Вспомнит Найдите Хотя Это вот Иова Особенно Первая глава Хотя вы безумно И приписываете себе Нету да Вдейте Богу Себя Как отцу своему Но дела ваши Свидетельствуют Что дьявол Для вас есть Отец более родной Вы хотите Исполнять Похоти Его Не сказал Дела Но похоти Понимаете Показывая Что они Очень склонны Ко лжи И убийству Двум видам Зла Кое весьма Свойственный Дьявол Господи Я слушал Речь Патриарха Воскресения Он был Человеку Убийца Я не говорю Даже проповедь Ты Маленько Разделяй Слово Ты говоришь Слух Шел Патриарх А он Был Человеку Он был Человеку Убийца От начала Это Из контекста Библейского Посему И вы Ища Убить Меня Уподобляетесь Ему Убившему Адама Он В истине Не устоял Но Есть Отец Лжи Вот Вопрос Никто Не задаст Посему И вы Ища Убить Меня Уподобляетесь Ему Убившему Адама Дьявол Убил Адама Редко Нужно Он Он В истине Не устоял Не устоял То есть Значит Стоял Но есть Отец Лжи И вы Когда Лжете На меня И говорите Что я Не от Бога Не стоите В истине Не пребываете В слове Моем Вы Дети Его Породившего Ложь Породившего Ложь Тоже Очень интересно Как породил Ибо Он И людям Клеветал На Бога Когда Говорил Еве Что он Возбронил Им Древо Познания Добра И зла По зависти Равно И Богу Клеветал На людей Например На Иова Говорят Что Иов Чтит Бога Недаром Когда Он Говорит Ложь Говорит Своё Люди Когда Лгут Пользуются Как бы Чужою Ложью Вот Сейчас Интернет Этот Вот Как я Говорю Всегда Что Мастер Маргариту Человеку Который Не читал Библию И не верующий Вообще Читать Эту Книгу Нельзя И смотреть Нельзя Да И смотреть Фильм Лучше Я Как раз Это Смотрела До того Как Я Уверовала Да Нельзя Детям Особенно Нельзя Лучше Чёрный Снег Читать Или Белая Гвардия Там Исторические Моменты И так Далее Это Кстати Неизвестные Самый лучший Роман Я считаю Не мастер Магарита Мастер Ну и тоже Чёрный Снег И Белая Гвардия Да Белая Гвардия Укороченная А Чёрный Снег Это полный Роман Большой Толстый Такая Ну там Сотни Станец Это Белая Гвардия Это С этого Чёрного Снега Чёрный Снег Это О Украине И Белая Гвардия Это Тоже Там же Так Ладно Да Да Кстати Те отношения Какие Национализм Поднятие Духа Оттуда Всё и пошло Когда он Говорит Ложь Говорит Своё Люди Когда лгут Ну да А дьявол Употребляет Ложь Как Собственность Ибо Она Его Порождение И лжи Собственном Смысле Отец Лжи Есть Он Сам Он Сказал Еве В который День Вкусите Будете Как Блоги Бытие Три Пять Мы Сейчас Всё прочтём А они То есть Адам И Его Получили Смерть А мне Не верите Потому что Я говорю Истину Как раз Верить Надо Не имея Обвинить Меня Ни в чём Ином Кроме Истины Вы За сие Самое И восстаёте Против Меня Как Сыны Отца Лжи Всё Вопросов Вот Прям Тут Огромная Тема Огромаднейшая Где мы Первый раз Знаком Почему люди С такой Лёгкостью Верят Лжи Когда человек Говорит Правду Они Сомневаются Я вот Думаю У форисеев Это Всё Горды Не было Потому что Они Властимущие Были Я сам Сильно Удивлён Ну В первой Главе Нету Ничего Во второй Главе Тоже Нету Третья Глава Книга Бытия Сразу Начинается Глядите Давайте Вторую Вторую Ой Последние Стихи Да Последние Последние Стихи Второй Главы Книги Бытия И создал Господь Бог Из ребра Взятого У человека Жену Нет Не здесь И Двадцатый Стих Второй Главы С чего Всё Началось Нам Нужно Знать Где-то же Сатана Увидел Эту Лазейку Что человек Ну там О зависти Говорится Сатане О зависти Это Мы читаем У Тимофея Да Когда Он не спал С неба Не спадал И увидел Как прекрасен Мир И человек И тогда Он обещал Что Погублю Человека Ещё Он на земле Не спал Только Сверху Говорит И увидел Насколько Прекрасно Всё Богом Сотворён И какой Прекрасный Человек У святых Отцов Не Ну есть У святых Отцов Такое Да Ну там Добавления Ещё Иду Потому что И вот С чего Всё началось Мы по Библии Это вы Как бы Толкование Приводите А мы Давайте Библию Откроем С чего Всё началось Об этом Почему-то Мало Говорят Я не знаю И нарёк Человек Имена Всем скотам И птицам Небесным И всем Зверям Полевым Ну и Что дальше Ну нарёк Молодец Трудится Ради Бога Правильно Как Соломон Построил Храм Помолился Господу Господь Увидел Какой он Премудрый Наполнилась Благодатью Божией Храм Наполнился Как Облаками Какими-то То есть Всё понятно Потом Где Соломон Где Нету Его Сейчас Соломона Вот Чем Дело И здесь То же самое Всё сделал Нарёк А теперь Но Для человека Не нашлось Помощника Подобного Что это Откуда Это В одном Предложении 20 В 20 Стихе Великая И Но Не нашлось Значит Человек Что-то Он Хотел Или Что Адам Видел Что Все Зверушки По паре Ходят И Что Лев Лев С Вицей Ходит Этот Олененок С Оленик Ходит А он Один И У него Вот Это Состояние Что Нету Подобного Ему Существа Придумали На ходу Прям На ходу Придумали Лев С Лицей Ленинок С Оленик Ну Там Так Объясняется Я Затасковал А с чего Ему Тасковать У него Не с чем Сравнивать Да Нету Понятия Может быть Нету Понятия Может быть Ты хочешь Сказать Что Кто-то Был Что-ли Но Написано Для Человека Не Нашлось Помощника Подобного Ему Но Не Нашлось Помощника Тут Непонятно Немножко Господи Ну Ты же Все Предусмотрел Даже То Что Имена Будет Человек Давать Ну А он Интересно Какие Имена Давал Ну На чем Это Основано Ну Он дал Хорошие Имена Очень Ну Все Да Поведение И так Дал Но Не Нашлось То есть Человек Был Грустный Или Что Не Нашлось Человека Помощника А Какой Помощник Должен Быть Ну Судя Потому Что Здесь Говорится Помощники То У Других Значит Были Какие Помощники Вот Толкование Есть Но Вряд ли Там Все Разумительного Найдем И навел Господь Бог И тут же Дальше И навел Господь Бог На человека Крепкий Сон И когда Он уснул Взял Одну Из ребер Его И закрыл То место Плоти И создал Господь Бог Из ребра Взятого У человека Жену И привел Ее К человеку И были Оба Наги Адам И жена Его И не Стыдились То есть Святость Была Вот Ничего Не могу Больше Сказать Не стыдились А вот Теперь Третья Глава И теперь Видите Какое Начало Третьей Главы Ну да Мужица Муж 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 Мужня Я По нашему Змей Был Хитрее Всех Зверей Полевых Сразу Слово Хитрость Переведите Хитрость У кого Нет Телефонов Что У вас У всех Телефоны Есть Вы На русский На русский Мадам На русский Хитрый По русски Так хитрый Лукавый Да Хитрый Лукавый Правильно Хорошо Уже Ну хорошо Отлично Так оно И есть Не всегда Как не всегда Совершенно Всегда Слово Лукавый От какого Слова Лук Лук А лук Почему Какой Лук Изогнутый Лук А это Огородница У нас Понятно Осторожней Огородница Не прямой Он Изогнутый Как будто кто-то Еще Сел на ловле Изогнутый Как он Он не прямо Говорит А адвокат Понимаешь У меня Аж в голову Да Лук Лук Горь Итак И значит Змей Был Лукавый Лукавый Среди всех Зверей Полевых Которых Создал Господь А с чего Он такой Стал Этот змей Хитрее Всех Зверей Полевых И сказал Змей Жене И тут же Сказал Тут ничего Больше Никаких Моментов Подлинно Ли Сказал Бог Не ешьте Нет Какого Дерева В раю Мы с вами Тут о сатане Читаем Вы понимаете О дьяволе Читаем И сказал Че бы он Разговаривал Да еще Такие Он Здесь знаете Выступает Политиком Настоящим Политик Это интересно Он разговаривает Как будто все Звери Разговаривает Ну да Такое ощущение Как будто все Разговаривают Жена такая Подошла Ну поговорю Че там Ладно Почему она Не испугалась Не убежала Так вот о чем Речь идет Он хитрый Был написан Нет Звери тоже Разговаривали Возмездно Да никто Не разговаривал Ну почему она Не испугалась Вот это вот Интересно Мне интересно Вот как Мне интересно Вот почему Женщины Молодые девчонки Выходят на дорогу В 12 часов ночи Вот в такой юбке Вот на таких каблуках И полностью С пупком Вот так вот Ищут себе И тормозят машины Ничего не боятся Воспитание Если она будет вот так Ни одна не остановится Воспитание что ли Здесь Она святая Не стыдились Даже голодненькими ходили А в семье-то Ну ты сейчас В нашем времени Не спрашиваешь Ну ты сейчас Спрашиваешь Вот в наше время Да Ты говоришь Почему они вышли Во-первых Это все семьи идет Я надеюсь Что воспитание Мама у них ходила Вот так показывала Узнаешь мне Когда мама говорила Шестого класса Уже губки подкрасить Надо сережки Обязательно одеть Глазки подвести А то вдруг Ты не понравишься Никому Ну и А что можно ждать Ну она же не говорила Выходи ночью Не говорила Но это все идет Выхожу Одно К другому Вот это мне вот интересно Вот ты говоришь Жена А что она начала Разговаривать Ну вот я говорю А что они выходят на дорогу Тоже хотят С кем-то познакомиться Ну познакомиться Потом трупы находят Здесь По лесопосадкам Или увозят куда-нибудь За границу Они там На своем месте Как бы находятся Вот так И сказала Жена змея Ну продолжает Разговор Плоды с дерев Мы можем есть Только плодов дерева Которые среди рая Сказал Бог Не ешьте их И не прикасайтесь к ним Чтобы вам Не умереть Знаете Ну плакаты нужно было Весить в раю Этот Болтун Находка для шпионов Все вываливает Что есть Правильно я говорю Как-то изначально Уже характер Да Вот от жены Нет Ну мы сейчас С вами говорим О сатане Не о женщинах Вы Сестры Верующие Себя знаете Когда вы были Не верующими Вы были Не верующие Хоть один день В жизни Не помню А уже не помните Да Я всегда Верила Что Бог Есть А я Тогда Тогда это Не к вам Я политоинформацию Вела Что атеизм Вы помните Да Когда вы были Не верующими Ну а теперь Верующие Понятно Что вы другие Да Поэтому Мы не будем Мы не будем Говорить о женщинах Здесь Давайте поговорим О сатане Вот немножко Хотя бы Немного Да Уделим Именно ему Потому что Видите Здесь Об этом Говорит Христос Ваш отец Дьявол Вот это Да Ну господи Ну это же Это твои Братья Сестры Там Неужели Неужели Прямо ко всем Прямо Они все Их отец Сатана Получается В этот момент Рождение Дьявола Произошло Когда в общение Люди Вошли С сатаной Вот в этот момент Когда они Ему Уступили И исполнили Его волю Вот получается Не Ну давай Так скажем Сначала Женщина Исполнила Волю И женщина Стала Шпионкой В стане Сатанинском И пришла К мужу Обольстила Его И он съел Тут написано Что она пришла И он подошел Тут нету Как-то Ни этого Ни этого Да нет Она дала Написано Что тут Дала просто Он не видел Просто Ну конечно И сказал Змей жене Нет Не умрете Но знает Бог Что в день Видите Как тут все Льстиво Тут и Бога Помянул Но знает Бог То есть я знаю О Боге Все знаю О нем Но знает Бог Что в день В которой вы вкусите Их откроются Глаза ваши И вы будете Как Боги Знающие Добро И зло Откуда тебе это знать Когда ты не умеешь Читать мысли Не только Бога Но человека Откуда ты знаешь Что знает Бог Откуда Неоткуда Придумал на ходу Тут в принципе Обольстил Обольстил Добро и зло Ничего себе То глаза ваши Откроются И вы будете Как Боги С маленькой буквы Знающие Добро и зло Она то еще не понимает Будете Как Боги Добро они и так знали А теперь зло узнают До этого только Добро в их жизни Да А теперь все Еще зло добавляет Вот у меня единственный Только момент Вот это но Когда но не нашлось Помощника Вот какая-то Заколюченька Такая понимаешь Колючечка Да Но почему тебе Бог все дал Ты Возблагодари его Поцелуй Ну не знаю Землю Из которой ты взят Скажи Господи Благодарю тебя Что я из этой Персти Я понимаю Все И так далее Мне ничего Мне ничего не надо Не надо Из меня брать Там ничего Мне не нужно Мне все Достаточно Но это Не могло Этого быть Не могло Вот в чем Смысл-то весь Добро и зло Оно же Не в плоде Не в яблоке было Конечно А в том помысли Который Тут же у нее возник Конечно Не в плоде И она тут же познала Познала Жизу Конечно Не в плоде Этот плод растет Где-нибудь здесь Говорят что это фига Что это Смоковница Нет Яблоки Это Нет Тут ни по какому Яблоке Речи нет И что только там Нет Смоковница Нет Смоковница Смоковница Это из фига Гранатовое яблоко Показывали Нет 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 Ни в коем случае Никакого Гранатового яблока нет Каждая передача Знаешь Там Мой любит смотреть Я пройду Частенько эту тему Лилит какую-то Все время Вот была лилит Откуда они Это Ну это Это придумано Все Это придумано Ну вообще Даже никаких Мы Библию берем И вот здесь Мы смотрим Как он обочает Хитро Тонко Какой грех Там он совершил Лила Ну послушаем И почушаем Возвращаемся мы К женам Которые должны молчать Ну что делать Не Плодок невзрачный Ну и ладно Других много есть Манго Возьмите Манго Кто любит Манго Манго что-то в голове там щелкнет, перещелкнет, и, главное, начала задумываться об этом женщина. Как человек мозг устроен, Господь дал по образу и подобию своему. Думать, да? Конкретный факт, вот прям к этому месту открылись глаза. У меня Маша была, ей было на ролике. А что ты там села? Вот там бы села с дочкой. Очень удобно. Чтоб тебя видно было. Писать мне. Я думала, что Тихоныч придет, и не стала. Ну, садись туда. Чтоб тебя видно было, а то она все время... И вот Маша у меня пошла. У нас дом на два хозяина. И во второй половине мы не знали, когда покупали. Самогонщики жили. А у них двое ребятишек. И как раз возраст был между Машей и Таней. Ну, вот. Садись, они сидели на сидике. Я сидела, мне было... И вот она зашла к ним, а они говорят, а мать-то у тебя ненормальная, только ненормальная. Я говорю, у меня открылись глаза. Вот закрылись у нее глаза-то. А вот как у Евы. Открылись глаза. Я, говорит, перестала в Бога верить. Я, говорит, увидела, мать-то ненормальная. Вот и такое отношение у них и есть. Ну, как бы об этом мы редко говорим, но дело все в том, что после того, как сатана их обманул, они все еще в районе находятся. Но рай сотворен для святости, не для греха. И поэтому Господь их оттуда убирает. Вот и все закончилось. То есть сатана хитрый пироид сделал, и Господу пришлось из чистого прекрасного помещения прямо в пустыне людей вывести. Идите там. А теперь вот эти археологи находят там что-то людей и начинают репродукцию делать. И вот они какие были древние люди. Вот такой нос, вот такой лоб. Показывают на Валуева особенно. У него такой, ну, характерный. Ну, еще, не, Валуев вообще красавчик, когда там показывают. Какая-то обезьяна. А потом от этого говорят, так это же обезьяна. А, ну, точно. Она же похож на такой вот человек. И он вот такой был, горбатый, и шерстяной, чтобы не замерзнуть. Начинает придумывать на ходу дальше. А для чего это надо? В свое время сатана потрудился и теперь так обостил. Ну, когда надо, он начинает врать направо и налево. Он лжец, и отец лжи. И Господь им пытается это объяснить. А объяснить невозможно, потому что они не веруют во Христа и неправильно исполняют заповеди Господние. Господь им дал заповеди. Ну, 619. Это если шулька на руку брать, малый пиршественный стол. 619. А если большой пиршественный стол брать, там другая книга, то там уже 890. То есть еще больше. Заповедей таких, и мелких предписаний, и больших. Но это все заповеди, заповеди. Все это нужно исполнить. Да, правило на правило. Заповедь на заповедь. Пошли, говорит, и споткнулись, и упали. И все, и разбились голову своей. А почему? Потому что с самого начала неправильно задают вопросы, на которые знают ответы. Задают вопросы не тем. Помните сразу, как первый царь евреев Саул. Да, не пришел Самуил. А, давайте я сам жертву принесу. Молодец. А с чего ты такой взял? Кто тебе это сказал? Вот так они и поступают. А вот я вот хочу. У меня такой-то грех. А я его сделаю себе на голубицу грех. А не на вала. Фу. Стоп. Да. Я хотел сказать про нас сначала. А мы же от Адама и Евы идем. Да, уж точно. У нас прямо сущая неправда везде. Вот сегодня Бога благодарим, что сподобил нас причастительство святых христовых тайн. Даже младенца нет. Но эти слова прорубили. А дальше. Благодарим. Понимаешь, вот как будто бы мы неживые люди. Почему другого варианта нет? Сегодня, Господи, мы не готовы, не прещаемся. Такая молитва. Нет у нас заряжена. Ну нету этого сегодня. Ну нету, но молитва-то есть. Понимаешь? Ему я показываю, как, говорит, Брежьеву, когда дали ему, что-то считать. А он встал. О-о-о. Может, это Олимпийский Олимпийский Кольца. Кольца, говорит. А он говорит, да кольца тут О-о-о написано. Вот у нас получается точно так. Вот сегодня я только посмотрел. И благодарим, что сподобил, если нас причастительство несоответствует действительность. Я уж не говорю, соврал. И второе. Сподобил нас сегодня чему весь день поучать и ся правде твоей. Много вас тут? И те, которые это были, которые пели, их нет никого. Они ни минуты за год не хотят за Словом Божем сидеть. Понимаете, мы не хотим себя проанализировать. Соответствуют этой действительности. А написано, всякая неправда есть грех. Я что-то стукнул, даже не надо, погасло. Всякая неправда есть грех. У нас неправда на неправду. Вот посмотрите. Не только это где-то. У нас еще маленько как-то. Священник выходит, вся риза в крестах. Зачем? Он один крест. Да крестов-то нету. У него вот так вот раздвоение, это крест фашистская Германия. Когда уширение есть. Тевтонский. А? Тевтонский называется. Ну, а то у них есть. Зачем? И вот так вот раз, а в конце расширение и на кладбищах такая вот история. Почему? Потому что они глядят на это. Теперь нижняя перекладина, которая вот такая вот, бывшая эта крест. Ну, не было ничего там. Это выдумка. Если было, только под ноги... Да что, зачем ставить? Ноги прибил, да и все, поднимайся на гвоздях. Ну, может у нас хоть один крест у батюшки. Тут Светлана Клюй была, она занимала двуханимая и пришила крест в четырехконечном. Вы думаете, это все случайно? Я подошел по Кродский собор и вот там вот так вот расходятся, а потом дальше вот так вот и на каждой еще там где-то. Я посчитал восемнадцати конечностей, а восемнадцать это три шестерки. Шесть и три восемнадцать. И никто не видит его. Почему не сделать такой крест? Вот он как у нас. Покажи. Ну, а такие есть? Да, есть. Есть у старообрядцев такой сохранилось, есть православные в журналах. Ну, почему его не сделать такой крест-то? Батюшка, он сам не сделает себе. Материя такая есть. И вот все кресты, все неправильно до одного. Мы только на одной батюшкиной ризе несколько сот раз солгали. Ну, то есть не соответствует действительность, а то солгали, а то сильно будет. Хоть архиерей приходит. Меня спрашивали, а вы где-нибудь читали, как поднимать руки надо? Мы стоим в подъятии рук, а я сегодня стою, я уже знаю, сзади стоят судят. Батюшка поднимает руки, я поднимаю. Молчали, а другой скажет. А почему поднимали? Потому что указание дано, не поднимать нету, опустившиеся руки, говорит, там написано, укрепи опустившиеся руки. И говорит, как? Желаю, чтобы все мужи поднимали во всяком месте, без гнева и сомнения. Не поднимает, это значит, в гневе живет и в сомнении. А когда мы считаем жития святых, Агапия, другие, все поднимали руки. Вопрос, как поднимать? Как ладони ставить? Я нигде этого не считал, нигде, нигде. Я сказал, раз мы к Богу поднимаем, значит, не кверху, а то вот уровень груди, уровень головы. Но если я выше подниму, поднимайте, это значит, поднимайте. Понимаете, значит, по слову Божьей, всем умом, всем сердцем, максимально, сколько поднимут руки. На уровень тела, не на крыльях, а было христообразно. Вот как? Вот, я видел, как поднимает, архей вот так. Я говорю свое мнение, раз не написано, руки поднимайте, под ладони не сказано. Я поэтому, они рядом на уровне тела должны идти и максимально поднять. Вот. Это понятно? Нету написано, но голова-то осталось думать. Особенно крест, когда смотришь, что они сделали с крестом? Ой-ой-ой. И как? Чем больше людей убьешь, тем больше крестов тебе дадут. Он полный кавалер крестом был, там буденный. Крест. Крест, это знамя сына человеческого, знамение, на небе крест будет ярче солнца сотни тысяч раз. И за ним явится Христос. Дальше, крест куда ставить? Вот у нас, когда хоронят человека, головой сюда, а крест, допустим, на ноги. Где вот, в гробу человек лежит, но, ты маленько, ты гляди. Вот. Сюда крест ставят. А другие говорят, да нельзя крест ставить. Вот. Почему говорят так? Они не знают. Потому что человек будет смотреть на восток. Головой он должен на запад лежать, ногами суда. А крест, где на голове, венчается голова, но не ноги. Вот тут маленький мишка, только уже тебе подскажет, он должен быть на голове, не в ногах. Да-ка подняйся. Да тебе крест и мешает на Христа смотреть, что тут доказывать, если бы был крест целый. Мы встречаем Христа. И люди поднимутся, отмедили второе пришествие Христа, показывают гробы, и встают, и каждый в свое место. Куда встал, туда и смотрят. У нас на выверт все идет. Я признаю, вон он крест какой, вон тащат, посмотри. Места в одаре. Посмотри внимательно. Даже обыкновенный крестик. Возьми, какие крестики у нас? Крестик должен быть крест. Ну не фитифлюшки какие-то. Батюшка как-то выходит, и такой у него крест с этими. Я говорю, давай сделай. Он дал мне. Я его разрезал, и решил запаять. А паять не умею, так в крест и попал. Исчез. Он говорит, ну еще будешь делать? Нет, больше не надо. Надо что? А я хотел так, отпилить, обрезать, сделать его ровным. Ну как вот у нас, вон крест какой, вон занятие по изучению Библии. Видите как? Нижняя поменьше, вон у нас сверху. Вот это соответствует действительности. Сергей Павлович это делал. У кого? Правильнее вот этот. Вот про это я хочу сказать. 45 градусов. Ну где можно как-то убрать маленькое. А то женщина в брюках. Я разговариваю с человеком, говорю, вот чистота и мерзость. Отличие. Что сравнивать-то? Ты знаешь, что это мерзкое, это отвратительное. Согласен? Давай напишем. Я избираю, что избираешь? Ну чистоту, святость. Согласен? А мерзость? Да глядеть не хочу. А жена почему у тебя штаны носит? Как? Ну написано перед Богом 22.6. Второзаконие. Не носи, а мерзость перед Богом. Ну а так-то лучше у нее все формы видать. Да, так лучше вот идти. Ну а то мерзость. Мы идем, плывем в океане мерзости. За неделю не встретил ни одной женщины, не считая, которые у нас пришли, чтобы они были одеты в юбки. Вот к нам, когда в лагерь приехали там из милиции, полиции и полпрокурора, она приехала и в брюках. А та надела юбку еще дома. Ей подсказали. Милиция-то, значит. А это ей сказали у нас нельзя благословить, осквернять. Но я не пойду, я говорю, нет, вы пойдете. Никита Любовь юбку принес, она через голову надела и там надписи, внизу комментарии идут, которые «Да как она красиво выглядит! Да какая она женственная стала!» ну смотрят-то, и мужчина. Ну и правда, она изменилась. Она только надела, и она такая фигура, у нее все, и все скрыто, и все открыто одновременно. И она зашла, и все время стояла, еще нигде не говорила. Она всем понравилась, и вначале спрашивают, замужем она или нет. Ну да, давайте только одно. В вихре погибли. Кто с кем спит? Вот ведь как? Поэтому нам нужно в конце концов... Почему? Это Америка все устроила. Америка, это американская зараза, мерзость, вся плывет сюда. Попробуй, скажи сейчас, которые в Кремле сидят и прочие, что нельзя это делать. Голова должна быть закрытой. Уже я заметил только первый раз, что женщина даже зимой, без платка там. А дождь пошел, все надели, у каждого сумочки, у каждого шлемик маленький, пилоточки. Дождь начался, а она не хочет, чтобы это попортилось. И гнижу надели. Вот едут мужчины, мужчина сидит в фуражке, женщина за рулем, почти, почти 100% на голове. Почему? Потому что нужно для молитвы, ни одна не молится. Тут же все доказано уже. Ты же молишься? Поэтому не, вот оно как. Но вас я не спрашиваю. Да мало того, попорно еще. Тут вообще, я все сказал. Так, ну что, все, да? Так, остальное, домашнее задание, додумайте сами места писания, где говорится. У меня еще идти нет. Так, минутку. Так, вы сидите, так удобно. Мне сказать. Я по интернету сейчас запустил следующее. Отаривай сразу глазами и всем покажи, что ты готова слушать. Это невнимательность. Готовиться, мы уже подошли почти вплотную к изданию четырехтомника. Называется «Проповеди в стихах». Проповедей в стихах не было. Никогда, нигде, не в новом языке, чтобы на эти нехудо четыре тома по 880 страниц. Это вообще. И впереди, вверху написано «Лапкин и Т». Посередине вот такой рощерком написано «Проповеди в стихах». Мы уже избрали. А внизу какой том. И мы посоветовали, говорят даже, согласны, чтобы в каждом томе моя фотография была. «Лапкин». Дальше фотография. Ну, как это? Ну, вот я покажу, как это. Вот. Вот вверху тут что написано, кто... Вот, смотри, как, заламинировано. фотография. И здесь название. А здесь будет том какой. Вот она. Тут, ну, другое маленькое тут. Ну, я уже запустил. О, шквал начался в интернете. Я вас спрашиваю. Еще ничего нету. Мы думали, так просто здесь. Ну, оказается, нет. Говорит, легче найти будет том какой. Кто за то, чтобы сделать фотографии. Потом разные на каждом томе. Разные. Чтобы легко было искать. Как вот у нас, допустим, трехтомник. Там с закладками разные они. Ну, легко найти. И написано. Кто за то, чтобы была фотография? Больше будет привлекать на... Ну, один только против. Ой, и там ушла. Ну, я... Ладно, сколько вас? Раз, два... Ты поднимал руку? Нет. Нет, не поднимал. Два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. Один воздержавшийся или против? Нет, нет, я воздержался. Там у вас есть умных там целое его платко. Ну, пускай они там выбирают. Ну, вот видите как. Я дурачок. Придом там из-за границ, из разных стран, из Америки, от отсюда. Это такой вопрос легонький и показывает отношения. И даже которые, я вижу, что они не расположены, я всех запрос сделал. Чтоб было видно. которых уже закрыли, совсем-то там спрос на нету. Вот сейчас у нас вчера исключили полностью, чтобы все в черный список занесли Амшанов, там, Иван, кажется. Амшанов? Обеседовали, не смогли ничего сделать. Он такую ересь, говорит, несет. И кто-то у него был... Всех выкинули, че-то. Роди, ты у него был проучитель, нет? Я не учитель и я не пророк. Я у Христа ученик. Ну, у него считался за воспитанник? Ну, договорились с ним, я там сколько, две недели пробыл и все. Выдержал две недели. Две недели я побыл и потом с ним вышел и сказал, ты невозможный. У меня есть там беседы с ним. Александр Борцов, я там его сколько, два аудио выставили, во второй он там и неправильно Библию переведенную, начал такое городить. Это даже вам разозлить нельзя. Так он ее не читает еще. Вот что. Я его спросил, ты Библию прочитал на два раза. А когда начали беседовать, когда читал? Я, ну, лет, наверное, 15 назад. Я говорю, так, а что было лет 15 назад? Он алкоголиком был. Алкаш конченый. Он говорит, я пил постоянно. Он опять женился. А, сейчас женился? А, ну, все, он куда ездил. Ясно. А, че? Понятно. Игнатий Игоревич, можно? Мне вот мысль такая пришла почему-то, что фотографию надо не на верх, а на вторую страницу делать. Вот вторая, белая, которая. Вот на нее, не на нару. Слушай, ты можешь подумать хотя бы. Ты мне напиши, как именно, какие фотографии? Нет, вот эту, вы сказали, на сене лица. Понимаешься, в каждом доме будет страница, одна полностью фотография, 96 страниц, одних фотографий будет. И поэтому, желательно, и чтобы не повторялось. Но если оттуда взять, туда другую поставить, посоветуйте, какие? У меня есть очень интересные снимки. Я пишу стихотворение о лошади. А вот эта лошадь подошла ко мне, и мордой сунулась. Вам надо, как у Гюстава Доре, чтобы репродукции были по годам. То есть, вот как вы начали с самого начала и чтобы шло, 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 шло. А то бывает у вас там на мешанина вот такая вот. Ну, всего 4. Тут еще. На первый том, на первый том самый молодой, на второй том постарше, на третий том еще старше, четвертый том, еще последний. Самый молодой сохранилось там армейские. Ну, армейские, другие еще сюда. Можно, да. Черно-белые. Прямо они... Есть я в армии, есть в морфлоте. И не перепутаешь там, раз молодой, значит первый. Можно цветные их сделать. А? Можно их сделать цветными, которые у вас черно-белые. А кто сделает? Ну, в фотошопе, зафотошопе. Конечно. Я же делал вот эти вот. Ну, которые у меня были сильно помятые. Сергей парализованный в морской. Он так отгладил прям так. Как будто сегодня фотография. Ну, точнее. Ну, надо подать всего 4. Вот это хорошая мысль. Видите, нехорошо, что я поднял это просто. Да, чтобы это не в перемешку было, а как вот у Гестава Даре взял, вот Иисус на вин. Дальше там вторая царств. Ну, все понятно. Мне сегодня там новую биографию пишут. Там все написано, говорит, а то вот человек так скромно живет. Жена живет отдельно. Ну, так одевается, как бомжиха. Ничего себе. Ну, как его. Понял? Он одет, как королева. бомжихи так одеваются, что ли? Это где он там таких бомжей? Ну, люди это можно ли принимать? Всегда элегантная надежда. А уж про меня говорить не надо. Да он просто платок и все, и юбки начинаются. Как проснулась стала, смотри-ка. Не понравилось. И ты им скажи, я не бомжиха, у меня там и там есть своя квартира. Это талантно, а когда они начинают бомжи, безопределенного местожительства. Ты скажи, у меня там дом, деревня, а здесь отдельная квартира. Ты к мажорике даже на полпроцента не подходишь. Даже на 0,01%? О, боже. Бомжи, это ужас какой-то. У них такие лица. Что повезешь? Игнать Тихонович, а я хотела про руки сказать. Ну вот когда просим, ну вот так вот руки складываем. А здесь мы прям чаша. Вот чаша, что вся благодать господина. Это благодать. Ты сейчас мне просто к боку дотянулся, дотянулся. Максимально, максимально надо поднять руки. Я считаю, разводительный. Не, не раскинуто, а вот, вот, что вот, как я как чашка. А чаши, и даже мыслик не было. Я доживаю, чтобы сказано, поднимайте, слово поднимайте, никакой чаши нет. Я их поднимаю, я сколько максимально. Нет, это я для себя, это у меня так. Ну ладно, все понятно. Почему я в голове? У тебя голова есть, поэтому слава Богу. Да, она как чаша. Ангелова пияшь и благодать, и чистая гельба, радуйся, и покерилку радуйся, твой сын воскресет в дневе над гроба, и мир твоей развить, но вы любите, веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня на тебе воссия. Рекуй ныне, веселись, и сегодня, ты же чистая красу, вся Богородица, а в Астане Рождества твоего. Игнатий Иванович, моли. Я могу сказать другому, чтобы помолиться? Ну да, да, да. Благодарим Тебя, Господи, за это радостное время общения, которое Ты нам даруешь, еще это мирное время, что мы можем собираться и славить Тебя вместе, нас еще никто не гонит. Благодарим Тебя, Господи, если возможно, продли нам это время, просвети нас Духом Твоим Святым, дай нам смелости возвещать истину ближним нашим, всем людям, чтобы они могли спастись. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. И ныне и пресно Его веки веков. Аминь. Аминь. Во славу Божьей. Спасибо, Христос. Игнатий, минутку. Можно? Я думала, не вот на этой, а вот на этой стороне и фотография ваша. Нет, только наружу, чтобы легко искать было. Там уже есть. Там будет, уже она есть, когда писал первый раз. Вы сейчас переписывать будете, да? Да, переписываем. Ну, переписывайте, загоню. Смотри, а что она не закрылась? Ты не выключил ее? Ну, да, не выключил, а что ж это? Спасибо.